Всем привет! Сегодня у нас интересный влог Наконец-то мы все-таки сели Вот видите, у нас новая локация появилась Новая относительно Мы тут мукбанги записываем для мукбанг-канала В общем, мы решили все-таки ответить на вопросы Мы обещали, обещали Уже не знаю сколько, что мы ответим на вопросы Да, чтобы нам писали вопросы Кстати, нам написали вопросы Нам много вопросов написали, я даже не в курсе, какие Да, потому что Я думаю, что как-то заранее прочитать их, подготовиться Потому что, ну, бывает такое, что я иногда скажу А потом, когда подумаю, я уже немножечко по-другому готова ответить Не в смысле, Саварай, может, более развернуто Да, более развернуто как-то Ну, вот Ну, в общем, ладно, как ответим Если будут наводящие вопросы, задавайте И тогда уже детально Если из наших ответов у вас возникнут новые вопросы То есть, как мы сказали, мы это хотим делать Такой, ну, периодической рубрикой Там раз в две недельки, в три Ну, когда будут скопиться вопросы Просто даже про лазерную я вроде сказала, да, депиляцию И по итогу потом мне задают вопросы А сколько там сеансов Ну, в смысле, а как Я понимала, что я вот такого вообще ничего не рассказала Ну Что могла бы подробнее ответить Поэтому вот Сегодня Тут нету плаватолазарной апелляции Да? А как ты так готова? Давай, начнем с тебя Начнем с него Мне задали вопрос Мне задали вопрос Я досконально уже не помню Потому что, ну Я думала, ты выпишешь его Да, смысл был Ну, раз я не выписал В общем Сколько эффект? Сколько длится эффект? В общем Какая тут Вообще Процедура? Я уберу телефон Я начинаю на себя время смотреть Я поставил телефон, где меня видно Я все время на себя смотрю Я такой красивый Теперь я смотрю только на вас В общем, слушайте Кого интересует лазерная Эпиляция Эпиляция В общем, там нужно пройти курс Курс это зависимости от вашего типа волос Ну, мне кажется Все равно нам говорят От 6 до 10 процедур Ну, 10 Десятку рассчитываете На 10 процедур рассчитываете То есть вы делаете 10 процедур У вас нет волос Ну, грубо говоря Есть зоны, которые надо больше процедур Ну, в среднем Вот на ноги, допустим Я сделала себе 10 И несколько лет Ну, там рекомендуется Ты же тебе сделала 10 процедур на ноги? Ну, тогда в прошлый раз и сделала Ты раза 2 всего ходила на лазерную эпиляцию? Ну, ты брось Ты ходила 10 раз на ноги? Не, я просто Я что-то не помню Ходила Просто у меня как получилось Я некоторые делала с перерывом на ноги Я отходила 10 процедур Реально? Реально Я думал, что за 3 раза у тебя так ноги это Нет, конечно Ты что? Это У тебя ответы на вопросы? В общем Не, ну, в общем Там, возможно, не из первого раза я 10 сделала У меня там был перерыв Потом я его добила, в общем Но если вы вот взялись, там, 10 сделали И потом у вас перерыв Они рекомендуют И раз в год потом Ну, грубо говоря, одну процедурку сделать Чтобы вот закреплять этот эффект Но я не делала Ну, то есть, я, получается, сделала, грубо говоря, несколько процедур Забеременела У меня был перерыв большой Потом я ещё несколько процедур сделала Забеременела? Забеременела Потом я вот, получается, с рождения Максима Ну и получается, пока я была беременна, я вообще ничего не делала. И я ноги вообще не брила. Ну, то есть, они растут единичные. Ну, короче, проблема была решена. Проблема была решена, да. Вот сейчас я, значит, пройду ещё курсик, потому что на других зонах не так хорошо ушло, как, например, на ногах. Но ты и другие не делала по 10, я так понимаю. Ну, и другие я не делала по 10. Ну, и на ногах, как бы, что хотела сказать-то забыла. Я тоже делаю, чтобы эти единичные тоже ликвидировать. Ну и потом 10 процедур я вот сейчас пройду, и потом рекомендуется раз в год там вот это вот. Ну, в зависимости, опять-таки, от вашего. На светлые волосы вроде тяжелее берётся, чем на тёмных. Казалось бы, да, вот тёмный должен, ну, с ним тяжело справиться, а вот лазер, видимо, это не видит белые волосы. Ну, это вы можете проконсультироваться, если у любого. Ну, это вот от меня. А это уже лучше, конечно, обсуждать. Вот вас посмотрят и вам скажут своё заключение. Давай, вопрос. Таня. Нет, давай про меня. Всё-таки долго говорила. Я буду решать, в каком порядке вы задаёте нам вопрос. Эрнст. Ты, главное, не пропусти. Да, потом надо будет вернуться. На там Таню. Эрнст. Ваша семья этнические немцы? Моя семья, если брать по отцу, то они этнические немцы. То есть у него мама немка, папа немец, вот, а мама у меня русская, ну, как все говорят, да, всем русские глаза узкие. То есть русские там, ну, там есть и русские, и белорусы, и монголы, и евреи, ну, вот такая вот русская. Сомнительно, да? Да, да, да. Где и монголы, и евреи, и белорусы, и русские, и все. Вот, ну, как сомнительно. Русские, ну, и все русские, да, и немцы. И немцы. По отцу, да, по отцу получается... Ну, я даже, и знаки там еще будут вопрос, поэтому, вот, по отцу получается все немцы. Вы знаете историю своей семьи? Ну, тут, видимо, там... Ну, это к тебе. Ко мне и к обоям. Вот. Ну, историю знаю, ну, наверное, не так хорошо, как надо бы, да, то есть, ну, всегда лучше знать лучше. Вот. Если вкратце, да, историю, то у меня, получается, мама из Сибири, папа из Сибири, вот. Вот, там следующий вопрос идет, как они оказались в Красноярске, а они не оказались в Красноярске. В Красноярск мои родители переехали... Казался я, да. Да, в Красноярск мои родители переехали, когда... Сколько он? Лет семь назад. То есть, до этого они в Красноярске не жили, они жили до этого в Енисейске. В Переденесейске они жили в Узбекистане. А до Узбекистана папа жил в Енисейске, вот, а мама жила в деревне Канготово, Красноярского края. То есть, оба в Красноярском крае, но в разных местах. Вот. Немцы, как оказались в Сибири, если по папе смотреть, то, получается, моего дедушку, папиного папу, их, когда началась война, сослали, они жили где-то в районе Энгельса, по-моему. В общем, да, дедушка, он у меня такой, прямо из такой немецкой автономии, да, то есть у меня, я смотрел свидетельство о рождении дедушки, и там немецкое, то есть это Советский Союз, да, но там немецкое свидетельство о рождении, да, и вот как бы и типа по-русски написано, да, то есть обычно как бывает, когда там по-русски и там мелко там на другом языке, да, там, вот. А тут, то есть все по-немецки, фамилия Вольф пишется через W, мне всегда хотелось, чтобы меня через W, у меня просто в загранпаспорте V вот такая галочка идет, да, там, Вольф, и всем Вольфам, мне не нравится, мне нравится буква W, и смотрю точно, вот где-то фамилия через W пишется в свидетельство о рождении, вот, то есть там прямо по-немецки написано Вольф, Александр. Вот, когда началась война, их как неблагонадежных по национальному признаку сослали в Сибирь, вот, всех погрузили в теплушки, отца его, получается, моего прадеда, отца моего дедушки забрали в трудовую армию, дальше его судьба неизвестна, ну, скорее всего, погиб в этой трудовой армии, вот. Вот, а его маму со всеми детьми, их было, сколько их там, трое, по-моему, детей, если я не ошибаюсь, да, вот, их отправили вот в Венесейск, в Сибирь, и у них, получается, ну, по документам я смотрел, моя прабабушка умерла на станции Красноярска, по крайней мере, так написано, да, то есть, когда они сюда приехали, то есть, они их, получается, сослали, они доехали, у них в дороге умирает мать, и их всех отдают в детский дом, вот, это по отцу, по бабушке тоже, получается, они были, они на Украине жили, бабушка, когда началась война, там, пришли, там, немцы, да, и там, не знаю, как там там жилось, да, но потом немцы забрали их с собой, то есть, мою прабабушку, да, то есть, они дошли, там, до Германии, получается, с немцами, то есть, они готовы были их, как бы, ну, ну, сегодня мы как своих, короче, говорим как есть, да, видимо, с собой забрали, с Советского Союза, и они потом назад, ну, такие, типа, это, решили назад вернуться в Советский Союз, ну, наверное, это была ошибка, они вернулись назад, их сослали в Сибирь, ну, типа, вы были в Германии, неизвестно, что вы там с этими немцами решали, да, там, в общем, наверное, надо было, ну, как бы, меня бы не было, если бы они так поступили, Ну, так-то правильно, наверное, надо было там остаться. Вот, они вернули Советский Союз и отсюда их уже в Сибирь сослали из Украины. Вот. По маме, в общем, да, у мамы, получается, их, ну, типа, раскулачивали, получается. Вот у меня бабушка, которая сейчас с мамой живет, да, то есть ей 93 года, вот, она помнит, то есть их раскулачивали. Ну, то есть отцу моей бабушке сказали так, или мы тебя в ссылку отправляем куда-то там, ну, на каторгу, по-моему, или вы всей семьей сгребаетесь и уезжаете, ну, все бросаете, уезжаете в Сибирь. Ну, понятно, семья как бы отца в каторгу не отправит, да, то есть они все сгреблись и уехали все в Сибирь. То есть у них были там, что там, магазины там, где-то на каких-то там золотых рисках, то есть, ну, так они неплохо жили, да, там, вот, маму говорит, там есть фотографии где-нибудь там. Какие-то в полушубках такие. Ну, в общем, пришла советская власть и раскулачила. Поэтому в Сибири оказались, как и многие сибиряки, то есть из-за того, что сослали. Вот это, я вот такой вот потомок ссыльных немцев и ссыльных зажиточных крестьян, торговцев. Вот, даже когда вот это все рассказываю, у меня даже, мне кажется, голос немного дрожит, потому что, ну, так вот думаешь, как бы, что пришлось пройти, как бы, все это очень грустно. Как бы, я даже там, ну, читаю вот эти там документы, да, там, ну, выписку там, какую-то там у меня там отец заказывал. Я там какое-то время назад тоже заказывал там про бабушку, про дедушку там. Мало информации, но все, приходят, и читаешь, блин, как-то прям грустно становится. Вот. Как оказались в Красноярске родители? Ну, вот несколько, ну, какой-то, уже сейчас сложно сказать, сколько лет, ну, да? Да, у Несейс тут недалеко, не такой прям переезд, просто. Да, у меня просто сестра, получается, еще до меня приехала учиться, и в Красноярске осталась, да, там, вот с мужем, который во влоках вы наблюдаете, Марина. Вот, потом я в Красноярске тоже остался, и они подумали, ну, как бы, надо быть ближе к внукам, и тоже просто переехали из Несейска в Красноярск. То есть, уже, будучи пенсионерами, переехали, то есть, ну, как бы, какая разница, где быть на пенсии, подумали они, и приехали в Красноярск. Почему мы очень рады. Вот. Так, ну, давай следующий вопрос. Давай, если... Надо быстрее. Ну, я быстро не умею рассказывать, Татьяна это знает. У тебя просто много вопросов от... Да, ну, если что, мы разобьем на две части, да, посмотрим. Посмотрим, сколько времени это займет. Если не секрет, расскажите про работу. Давай, расскажи про нашу работу, Татьяна. Не секрет. У нас свой бизнес. Мы занимаемся созданием сайтов, рекламой, SEO-продвижением, в общем, соцсетями. Да. Сейчас вот занимаемся своими соцсетями. Да, да, да. В общем, вот, собственно, Татьяна ответила. Поэтому, если вам нужен сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, обращайтесь как раз в то, чем занимается наша компания. Как бы это не глобальная компания, ну, это такая сфера, где сильно большие компании единицы. Все остальные – это, вот, там, какое-то объединение людей, так скажем. Вот. В общем, как-то так. Дальше. Да, к слову, как ты сказал, развиваем свои соцсети. Вот. Расскажите как-нибудь про ТикТок. Очень интересно послушать, какие нюансы есть, какой у вас уже приблизительно доход. Так, ну, ТикТоком мы занялись с июля месяца. 2020 года. 2020 года – это сколько нам? Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И, ну, в общем, шесть с половиной месяца. Полгода. Да. Полгода мы этим занимаемся. ТикТоком. У нас там уже 2 миллиона 100 тысяч подписчиков. 2,1 М, как красивая цифра. Что можно сказать? Нюансов хватает? Нюансов хватает. Мы сейчас даже не будем скрывать, подумываем о том, чтобы, может быть, какое-то обучение, курс сделать еще. Мы завели свой новый Инстаграм. Вот, кстати, к слову-то сказать, где будут всякие нюансы, где будут... ТикТок, где будет больше о ТикТоке. Но там и мы будем. Нет, в смысле, там наша личная жизнь. В смысле, что в нем ТикТока будет больше, чем в тех аккаунтах, которые есть сейчас у нас. То есть там будет про ТикТок, там будет ТикТок за кадром, ТикТок съемочный. И так же наша обычная жизнь. Поэтому очень будет интересно канал. У нас потухла камера. У нас сила батарейка. Сила батарейка. Мы слишком много записываем. Мы говорили про ТикТок. Поэтому... Про Инстаграм. про ТикТок, что мы сейчас уже создали на тот момент, когда вы смотрите, поэтому мы оставим ссылочку. Переходите в наш новый Инстаграм. Обязательно подписывайтесь. И будете знать все нюансы. И там нас тоже будет много в этом. Подписывайтесь. Там может быть нас будет больше, чем в этом Инстаграме. Поэтому проявляйте активность, лайкайте, пишите. Потому что это новый канал, надо его быстренько раскачать. А вот по доходу, что я хочу сказать по доходу. По доходу пока сложно что-то сказать. Это периодически рекламу заказывают. Понятно, что это не такие доходы, которые нам бы хотелось. Но в любом случае это уже приятные бонусы. Давай так. Самый большой доход был в одном месяце. Мы даже близко к этому не подбирались в других месяцах. Это в районе 25 тысяч. Под 30 даже, наверное, если с партером брать. Ну да, то есть это вот прям вот в один месяц как-то так совпало. То есть, ну это денежный эквивалент, мы говорим. Но есть еще там вот... Да. Нет, ну в смысле это... Нет, там 25 это то, что мы прям... Это без бартера. Это без бартера. Это прям деньги. Это прям деньги. Живые бабушки. Капустик. Если бы там была монетизация, как на ютубе, было бы вообще круто. Было бы вообще круто, да. Поэтому в других странах это уже есть. Мы ждем, когда в России тоже это появится. Надеемся, что появится. Ну я верю, что должно появиться, что в России. В общем, по тиктоку мы вам сказали. Давай, следующий. Давай. Вот, который ты вопрос мне пропустил, я его сейчас и прочитаю. Делали вы дизайн квартиры? Таня, вы сами делали дизайн квартиры? Или приглашали специалиста? Вот так там написано. В общем, мы приглашали специалиста, но под моим чутким руководством, то есть, ну, те же вот эти вот балки, это была моя идея. Ну, то есть, я принимала активную... Она показала, говорит, а вот такое нам нельзя сделать, а дизайнер уже вписал там в наш интерьер. Вот так вот скажем. То есть, понятно, что я не все там... Да-да-да, а вот то-то. Я не дизайнер, но вот... Хотя я, мне кажется, она была дизайнером. Допустим, мы приходим в офис, переезжали там с одного офиса в другой, два раза у нас был переезд офиса. И я уже понимаю, что как поставить столы, все выстроить, чтобы все вошли там, ну, все равно как бы там ограничить пространство, чтобы было там тут пространство, и при этом все вошли, все сели, всем было удобно. Вот это по ее части. Она все столы скажет, как что расставить. Я нарисую на миллиметровочке все там. Да-да-да, все это, говорит, вот тут шкафчик. Мы впихуем, а впихуем. Да, все влезет. В общем, поэтому, ну... Да, я говорю всегда, я говорю, ты бы запросто могла быть дизайнером, ну, по крайней мере, я, как узнал, мне кажется, не все дизайнеры сидят потом-то рисуют, 3D-визуализацию делают. Они зачастую все это расставляют, потом отправляют специально обученному, так сказать, человеку, который из этого делал 3D-визуализацию уже, то есть, ну, такую очень большую рутинную работу. Вот, по крайней мере, до 3D-визуализации, чтобы не учить там специальный софт, вот это вот, где что будет, и потом поставить задачу. Ну, тем более, когда ты вот этими варишься, ты знаешь уже какие-то... Да, ты листаешь все эти каталоги, у тебя в голове уже куча-куча всего. Да, а когда ты не знаешь, ну, это же придумаешь, надо там... Да, ты же не хочешь, ты в магазине смотришь на все люстры, чтобы узнать, что, ох, ты еще и вот такая есть, и вот сюда вот она бы пошла. Или там какие-то там... Ну, в общем, вы поняли. Да. Ответ таков. Давай, следующий. Вот тут сейчас будет очень длинный вопрос, но я его весь целиком прочитаю. Ага. Вот. Вам не кажется, что это очень плохо вычеркивать негативное из жизни? Отодвигать, не говорить об этом, замести под коврик, и как будто этого нет. Психика... Я до конца дочитаю. Давай мы сразу, может... Это вот относилось, наверное, ко мне, да, тогда? Ну, это... Ну, нет, ну, к нам... К нам вместе, да? Ну, да. Давай, тут как бы скорее ко мне претензия. Поэтому к тебе и ко мне, ну, больше как бы это... Психика такого не прощает. Жизнь гармонична, и в том и суть, что в ней нет только позитив. Да и тем более видно, как Таню... Как на Таню прям давит морально муж. О плохом не говори. Ну, что ты там? Не грузись. А человеку нужно выражать эмоции. А здесь попахивает моральным абьюзом. И это очень видно. Очень. Как Таня прям порой видно, что хочет сказать, но не говорит. Или говорит неуверенно с оглядкой. А, дальше ещё. Вы слишком односторонние, вот и всё. Это не так интересно. Понятно же, что выделяете только мегапозитив. Даже в прошлых видео, когда Таня переживала насчёт здоровья, это всё преподносилось не как часть жизни, а как очень... а как очень неприятное, неуютное, о котором и говорить не хочется. даже не знаю, к кому это больше вопрос, да, ко мне или к нам. Это вот тогда мы, наверное, вот про закрытие канала говорили. Это было к закрытию канала. А, абсолютно. И мы вот... Ну, я в принципе не люблю говорить про... Как сказать-то даже, выразиться. Ну, про какое-то здоровье, кто-то заболел, или ещё что-то. Ну, я не знаю даже, с чем это связано, но вот я не хочу об этом говорить. Ну, как бы, знаете, всегда у нас здесь не выноси там ссоры за сбы и так далее, да, то есть мы хоть блогеры, да, но мы не супер открытые люди. То есть, ну, как бы, с чего нет, того нет. То есть там, не знаю, там направо или налево, там, я там полздурил, с каким-нибудь родственником, да, и вот рассказывать, ну, я немножко не буду, да, потому что, опять-таки, мне неудовно перед там родственником, да, что я там с ним полздурил. Не, ну, тут вроде касается только тебя, но в любом случае... есть, если брать, допустим, ту же тему со здоровьем, то есть, ну, как бы, видно, что Таня там хочет и нет, а ну, конкретно тут, это я Тане говорил, давай как бы, ну, есть и есть, давай как бы об этом рассказывать. то есть тут вот вообще не так, он мне не запрещает что-то говорить, а наоборот, да, вот как бы... Здесь я не хочу говорить скорее. да, то есть, вот как бы, тут в этом плане, то есть я ее наоборот даже скорее побуждал к этому. То, что я иногда говорю, да все там, это не пасит, это есть. И, наверное, не в 100% случаев я прав, что надо именно так делать. но в большинстве случаев все равно это наоборот тебя подбадривает, ты понимаешь, что все нормально и все будет нормально. Да, но особенно если касаемо здоровья. Мне кажется, ну, это моя позиция, возможно, я не прав, да, как бы там, ну, как бы там, наверное, с давлением, абьюзом, ну, абьюз это, как бы, это когда там человека там бьют, унижают и все такое, да, как бы я вот с таким определением, наверное, не соглашусь, потому что... ну, это совершенно не... Ну, да, то есть абьюзом, мне кажется, это не является. Это обоюдно, ну, в смысле, это мое, вот, если я что-то не хочу говорить, это не значит, что мне запрещают об этом говорить. То, что я иногда могу не дослушать, когда она пытается на что-то пожаловаться, это есть. Да. Как бы тут я... Потому что иногда хочется пожаловаться. И там, поплакаться, и чтобы тебя... А тут, ну, да, но она мне об этом говорит, честно, может там, даже там в грубой форме сказать, вообще-то я хотел, чтобы это... Меня просто пожалели, а не подбадривали. А я считаю, что надо подбадривать, да, наверное, я не прав, все мы не идеальны, вот, и где-то там могу не сказать, все хрэ, короче, я к себе в этом плану, что, видимо, так отношусь, да, когда я чувствую, начинается какая-то там слабина с моей стороны, я пытаюсь там схватить за основное место и вспомнить, что, чувак, у тебя как бы есть... Ну, и то, что вот этого нет в ротах, это вот я не знаю. Ну, вот, не всегда вот что-то хочется сказать, но при этом это не значит, что мы там, грубо говоря, играем. Не из-за того, что мы хотим только позитив показать, а из-за того, что мы, может быть, не готовы что-то, но я бы так сказал, по поводу позитива. Мы не вытаскиваем, то есть, позитив, он, мы такие есть по жизни. И если мы даже какую-то тему... То есть, это не наигранный позитив, который, ну, вот, мы закрыли, это там убрали под коврик. Да, но это не для канала. То есть, даже иногда нам что-то грустно, и мы, и камера этот момент не включена, и мы другим, короче, все, все будет нормально. Наоборот, эти пытаемся себя... взбодримся сейчас, и так далее, и так далее. То есть, сами себя как бы морально поднять, и это, в смысле, я к тому, что это не для камеры делать. То есть, мы и в жизни так же себя как бы можем подбадривать, и так же там сказать, все, что так раскислить, давай громко включим в машине музыку, будем ехать как бы. Мы так и делаем. Мы реально это делаем. Возможно, через год я уже буду, у меня не будет за каких-то вот это... Ну, сейчас я пока вот не все тему готова сразу озвучить. То есть, я потом готова их рассказать, когда я уже понимала, что все в порядке, а вот в моменте, когда у меня... Ну, да, вот взять вот эту конкретную тему, мы же ее все рассказали, да, когда там у нее все неметь начало, она там реально могла там, она там ревела, все переживала, там, там, а вдруг я умру, ну, это все было, как бы, да, как бы я ее подбадрил, все это, и в моменте, допустим, пока там не сдала анализы, и не там не это, да, то есть... И вот как-то это снимать, ну, вот... То есть, мы потом себя подбадривали, снимали, ну, нормально. Понятно, что... Поэтому потом это выглядело, как будто мы с позитивом пытаемся об этом говорить, да, в моменте этого, от этого не было позитива, мы просто... А потом, когда мы уже примерно понимаем, все нормально, как бы, в смысле, по крайней мере, чего-то ужасного там нету, и более позитивно рассказывается, да, то есть, ну, поэтому уж извините, хорошо или плохо, оно как есть, по-другому, по крайней мере, сейчас, наверное... может что-то изменится, и мы в моменте научимся, ну, как уже... Да, ну, то есть, не зная результатов анализов, рассказывать о проблеме, да? Ну, назовем это так. Ну, то есть, не только беря анализы, может, и какие-то другие, да, моменты. Вот. Да, ну, в общем, как-то так. Давай следующий вопросик. Вот. Так, следующий вопросик. Стоит ли готовиться к рождению ребенка, сдавать обязательно генетический анализ, потому что потом самые умные не кричали, зачем рожали больных детей? Ну, это такая тема... Тема рождения ребенка. Сложная и обширная. Да, это... Мы все собираемся. Даже на выходных собирались. Наше планирование мы все хотели, вот, как бы планировали. Мы там сдавали миллион. Да, то есть, грубо говоря, у нас Вика родилась в 30, ну, забегая вперед, да, то есть, мы бы родили раньше. Вот. Как бы, почему именно в 30, да, то есть, тут это долгая история. В общем, мы запишем про, вот, это будет отдельный выпуск. И генетические анализы, и там рассказываем, и вообще про рождение ребенка, Надеюсь, что в ближайшее будущее мы вот начнем. В ближайшие несколько месяцев. Мы это запишем. вот такое. Ну, потому что это очень долгая тема, конечно. К ней не хочется подходить поверхностно. То есть, опять-таки, здесь надо подготовиться. Счетом нашей закрытости, это не такая простая для нас тема. Ну, да. Но при этом мы хотим об этом рассказать, может быть, даже с той точки зрения, что может кого-то подбодрить, и кому-то... Ну, да. Ну, то есть, если от этого будет кому-то польза, не из-за того, что нам вот, ну, просто рассказать ради рассказать, а именно, может быть, там, кому-то там надежду подарить, и так далее, и понять, что проблемы есть у всех, да, даже у тех, кто вроде такой весь позитивный по жизни, да. Как бы такие проблемы в жизни бывали, что как бы мама не горюй. Вот. Поэтому это... Это отдельная тема. Это отдельная тема. Вот. А, я перемотал. Я думал, куда делись вопросы. До скольких... Ко мне вопрос. До скольких лет вы жили в Узбекистане, и как вам холод с севера после очень жаркого климата Узбекистана? Я жил в Узбекистане до 7 лет, даже, получается, до 8 лет, потому что я летом, перед вторым классом переехал, мне уже было 8 лет на тот момент. Вот. То есть, ну, до 8 лет я жил в Узбекистане, родился в Узбекистане, мне очень нравилось в Узбекистане, я его вспоминаю, он мне иногда снится. Вот. Как мне холод? Не люблю холод. Я люблю тепло на улице. Я люблю прохладно дома, и я люблю тепло на улице. Вот. Да? То есть, мне дома всегда жарко, на улице мне всегда холодно. Дома я максимально раздетый, на улице я максимально одетый. Есть. То есть, вот как бы, да, вот тут дома все будут под одеялом, я вот так вот, мне жарко, куда лежать. Как бы на улице у меня будет один нос торчать, как бы. Да, да, да. Вот. Что касаемо этого. До 8 лет, и холод я не люблю. То есть, я бы с удовольствием живу в теплой стране, но пока мы живем в холодной стране, и в холодном климате. Я не жила в Узбекистане, но я тоже люблю тепло. Ну, да, но она знала, с кем ей предстоит жить, и она тоже любит тепло. Вот. А там еще где-то вопрос был, знаешь ли ты узбекский, вот по-моему, чуть ли не ко вчерашнему влогу это было, по-моему, тут его нету. Понимаешь ли ты по-узбекски? Ну, нет, потому что до 8 лет, наверное, если бы чуть дольше пожил, это вот у меня сестра, она мне на 2,5 года старше, да, ей уже там было к тому моменту. Уже более постарше, ближе к 11 лет, она понимала, то есть она не говорила по-узбекски, но она понимала по-узбекски. Понимала или понимает сейчас? Часто, наверное, нет уже, сколько лет прошло. Переехали там в 92-м, я не знаю, в 1-м году. Вот, то есть она, ну, понимала, что у меня у родителей, там, друзья, там, коллеги, там, ну, было много узбеков, поэтому мы как бы там дружили, то есть наши друзья были там, дети, там, узбекских друзей, родители, да, как бы все это, поэтому я очень как бы так трепетно и интересно, и все, ну, отношусь там к востоку Азии, да, к Средней Азии, и люблю эту кухню, вот. Как-то так, вроде ответил. Ну, это следующий вопрос, девятый. А, да, если вы знаете виноградные листья, то как же плов готовить? Видимо, где-то я заикнулся про виноградные листья, да, потому что здесь с разных влогов, если иногда видим вопрос, мы его копируем, вот, готовите ли вы его у узбеков и сладости очень вкусные? Ну, по поводу пловов, а если посмотрите наши влоги, увидите, что периодически готовим. Да, да, да. Ну, самый вкусный плов готовит мой папа, вот, после него иду я. Других пловов мы не так много едим, столовские пловы мы не рассматриваем, вот, да, готовим, мне кажется, вполне более-менее так, неплохой у нас плов получается, ну, папа лучше. Вот. Про узбекские сладости, если честно, не особо знаю, ну, то есть, видимо, не сильно не запомнилось, то есть, меня в детстве кормили, знаете, орешками, изюмом, медом, то есть, может быть, что-то еще было, но я не сильно помню. Так. Так, со скольки лет научился играть на гитаре? Со скольки лет? Даже если честно не помню, Гласин, наверное, в девятом, в восьмом, вот так вот я начал что-то брончать. Да, я даже меня записали родители на, поняли, что мне нравится, что мне хочется научиться играть на гитаре, на репетиторство по гитаре, там пока мне там что-то простое было, я с удовольствием ходил, а потом началось терции, секунды там, что-то чуть посложнее, мне стало сразу скучно, я не стал туда ходить, мне разнравилась гитара, через небольшое время я научился сам играть аккордами, собственно, я больше умнее не нужно. Ну да. Вот, я в школьные годы как-то раз сел и посчитал, сколько песен я могу спеть без бумажки, по памяти, ну, словам и аккорды, всё, и у меня получилось больше сорока. Сейчас не одной, нет, одна есть, бутылка к кефире полбатона. Ну, то есть... Ну, чем ты реже играешь, опять-таки, почему-то... раньше играл всё время. На первом курсе у меня ещё была гитара, потом она сломалась, и у меня не было гитары много лет, прям много лет, я не рад, то есть я много лет вообще не прикасался к гитаре, она сломалась, и что-то, и вот как-то у меня это отошло, и я... Вот сколько назад у меня гитара появилась? Ну, возьмём пять лет назад, да? Грубо говоря. больше, вот это сейчас. Не факт. Не факт. Ну, Вика уже была, наверное. То есть, как это было? Я не могу, коротко, но Таня это не любит. Снится мне сон, что я играю на гитаре. Прям вот я вижу, как я зажимаю вся корта, а-м-д-м, там всё, пою, играю на гитаре. Я был уверен, что я уже изучился играть на гитаре. А тут сон такой. А тут сон, и я прям вот вижу, всё, я просыпаюсь, я понимаю, что я правильно играл на гитаре. На носу день рождения. И я родителям говорю, маме говорю, подарите мне гитару на день рождения. Мне кажется, этого-то еще Вики даже не было. Думаешь? Не знаю. В общем, это было какое-то количество лет назад. Мне кажется, это было лет пять назад. Вот, то есть я там прям лет десять не играл, лет пять назад. И мама говорит, ой, я люблю, когда ты играешь. То есть они, ну, я выбрал, они купили вот гитару. И с тех пор я играл иногда раз в полгода. Вот последний вот влог, да, вот мне кажется, даже иногда мы такие, ну, давай на гитаре сыграем. Вот. И вот, то есть, то, что вы видите, это вот последний год вот с такой периодичностью. До этого я по полгода мог ее не доставать. То есть, как-то, вот сейчас я все чаще и чаще начинаю доставать. Как-то у нас все-таки дети уже немножечко подросли, и можно уже сесть. И, конечно, они и до сих пор Макс там не дают, но в любом случае уже... Ну, что касается гитары. Так, ну, давай, следующее. А кто из вас больше отвечает на комментарии? Больше отвечаю я, иногда отвечает Таня. И если что-то бывает, я вижу, что Тане задали вопрос, либо она сама отвечает, ну, либо я говорю, а вот это вот, она такая, и я там отвечу. То есть, грубо говоря, за Таню я не отвечаю. То есть, если вопрос Тани, я не отвечаю на него. Либо она отвечает сама, либо, ну, это такой вот вопрос, который можно переспросить и просто ответить, типа, а где вы там вот это покупали? Ну, да. Ну, что-нибудь такое, типа, Таня, там, куртку ты где покупала? Ну, я либо помню, ну, редко, ладно, там, в этом случае я иногда могу за Таней ответить. Вот, но в основном не буду, я Таню что-нибудь спрошу, отвечу. Так, то есть, как-то получилось, что на комментарии я чаще отвечаю. Вот. Ну, Натанина отвечает так. Чтобы вопрос этот был закрыт. Да, про сладости. Вы деткам вообще сладости не даете? Например, конфеты, зефир, мармелад? Вообще даем? Вообще даем, конечно. И мне даже кажется, больше, чем нужно даем. Ну, то есть, тут уж вот такие мы какие есть. Ну, стараемся, конечно, мы не давать. То есть, у нас нет специальной вазочки, когда дети могут подойти. Да, мы не покупаем специальные. Я знаю, у наших детей, я не знаю, как другие дети. Мне кажется, совершенно так же. Если перед ними поставить в вазу конфеты, они не будут есть ничего, кроме конфет. У нас маленько-то, и то они уже знают этот угловой шкаф, и уже и один, и второй начинают в него залазить и смотреть, что там. Пытаются. Ну, опять-таки, всё-таки, когда это всё убрано, прибрано, и когда этого не так много, да, то есть, мы иногда там можем купить коробку Рафаэлла, там, не так часто. Ну, то есть, это очень редко, киндер-серпризы. и то при этом всегда это... половину мы там съедаем. Хватает сладость. Да, и опять-таки, кажется, что всё равно, особенно сейчас был Новый год, мы не купили ни одной конфеты на Новый год. Но при этом конфеты... При этом у нас вот там конфет хватает, да, и мы не планируем их скормить детям. Вот. Хорошо или плохо, вы об этом думаете. Потому что ни черта хорошего детям нет от этого. от такого количества шоу. И нам, и это нет ничего хорошего есть. Мы, я помню, в те годы, иногда даже сейчас вот мы на удалёнке, да, работаем как бы сотрудники, мы могли взять все эти конфеты с гребсти и унести в офис, насыпать вазочку. Ну да, в прошлом году так и делали. Да и в этом, наверное, надо вот часть отнести в офис. и просто эти конфеты мы потом в офисе съедали. Так, ну давай, следующий вопрос. Привет, у вас всех блогеров такая болезнь? Все. А, всё, закрываем канал. Потом начинается, да нет, мы без вас не можем, вы без нас не можете, вы уже не первые за эту неделю. В чём прикол? Ну, я с выражением, так считаю. Вот, не знаю, как человек это приводит. По-моему, отвечали на этот вопрос, нет? Ну ладно, ответим ещё раз. Даже если отвечали, ещё раз, как я понимаю, люди смотрят, не каждый нас влог, что-то где-то люди могут, наши зрители, в общем, про закрытие канала, ну это вообще, с нашей стороны, нисколько, ненаигранная история. Как получилось это видео? Мы что-то куда-то, я даже помню, место, где мы это записали, мы ехали возле планеты. У меня даже это в памяти отложилось. И вот как-то разговор начался сам по себе, и вот по итогу вот... То есть у нас не было, что мы в этот день объявим о том, что мы думаем закрывать канал. Мы несколько дней до этого, ну там, даже недели, периодически этот вопрос поднимался. Мы даже это не выносили во влог. Да, мы это ни разу не поднимали, но между собой периодически как бы там эти мысли там то гнали, то не гнали, да, там это вот, что вроде как, ну что-то как-то он не так растет, как нам хотелось бы, да, там нету той отдачи, как нам хотелось бы, да, то есть она есть, все прикольно, что нас смотрят, да, мы безмерно благодарны всем, кто нас смотрит, кто нас пишет комменты. Но это не совсем... Ну то есть нам хочется больше. Ну вот тут опять-таки, такие мы, да, то есть мы рассчитывали это. И потом вот мы ехали, просто что-то начали, я уж не помню там, разговор хоп-хоп-хоп, и вот начали эту тему, и потом оказалось, что мы 10 минут про это проговорили. Ну так мы и назвали по итогу этот, ну этот день, потому что там 10 минут мы говорим про то, что у нас вообще мысли, а стоит ли дальше вести, а будет, не будет, и что у нас эти все мысли есть. Потом нам написали столько огромное количество комментов к этому видео, что, блин, этого не надо делать, и ребята, как так вообще? Что мы решили записать дополнительные. Тут еще что можно сказать? Ну вот что у многих блогеров, да, такое встречается. Ну потому что, наверное, все живые люди, и когда ты много чего-то делаешь, 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 а возможно не получаешь, очень много тратил на это. Чего ты, ну ты планировал, ты себе запланировал, ты там, ну да, у тебя есть определенные желания, вид все. А у тебя не так. И поэтому, мне кажется, вот просто эмоционально некоторые вот выгорают, и вот... Кто-то бросает, и кто-то бросает, и кто-то говорит и передумывает, но это не значит, что это какой-то вот прикол. Да, то есть, к слову, что за прикол, не знаем, за всех говорить не можем, но думаю, что у большинства, по крайней мере, это точно не часть контент-плана, где такой, так, через две недельки в среду я говорю о том, что мы закроем канал, а в четверо говорю, нет, мы вас любим. Наверное, есть и такие. Наверное, есть. Но я думаю, что у большинства все-таки не так. То есть, скорее всего, я тоже думаю, что у большинства это вот нахлынет вот просто. Если у кого-то вы это видели, то, скорее всего, опять-таки, ну вот, не скрывают, а вот говорят. Да, да, да. В моменте вот произошло, сказали, ну. Ну, хотя мы даже думали, что мы об этом не будем скорее говорить. То есть, это скорее относилось к теме, к которой мы, а тут что-то вот понесло и выговорились, да, самая большая, жирная как бы была все это, почему мы передумали, это обратная связь. Мы увидели, что там 100 человек написали, да, мы понимаем, что и не все пишут. Ну да. Как бы там много человек посмотрели, да, там больше, чем обычное. Там стоит больше 100 человек написали, что мы его смотрим, вообще не вздумайте там и так далее, да, и мы думаем, ну, как бы, наверное, все-таки хорошее дело. Вот. Ладно, давай дальше. Дальше. Так, это мы читали. А этот... У тебя еще два раза вам? Да. Давай следующий. А нету следующего. Все. Да, мы на все комментарии ответили. Мы на все вопросы ответили. На все вопросы ответили. В общем, пишите вопросы новенькие. Мы их опять так же... Да, если что-то вам кажется, что мы тут... И у вас есть подвопросы какие-то. Подвопросы тоже давайте. Я готов углубляться и углубляться и углубляться. Я могу, знаете, так углубиться. Так могу солить какой-нибудь вопрос, что Таня уже скажет, что люди не будут это смотреть, это скучно, нельзя так долго рассказывать на одну и ту же тему. Видите, я в моменте рассказываю про правду жизни. О том, что мне это кто-то говорит. Это мне не дают говорить, да? Это мне не дают говорить. А вы говорите, что это я не даю говорить. Это мне не дают говорить подолгу. Хотя вот я не знаю, я вроде в жизни не мало говорю, но если мне задать какой-то вопрос, и мне хочется... Ты раньше много говорил. Я раньше много говорил. Я мало стал говорить, когда стал мудрым. Взрослым мужчиной. А в институте он у меня рот не закрывался. Вообще рот не закрывался. Ну, потому что надо было как-то завоевать. Я смотрю, он слушает, нам надо говорить. В общем, напишите, какие вам темы интересны. Да. Вопросы, конкретные вопросы. Вопросы конкретные. Маленькие, большие, узкие, широкие. Любые вопросы пишите. В общем, пишите все, что вы хотите. Да. Если нам просто каким-то вопросом, тут даже кто-то писал, типа, если вы посчитаете вопрос этот некорректным, не отвечать на него, как бы посчитаем некорректным. Не ответим, но вы пишите. А, и еще такой момент. Да, мы могли кого-то упустить. Да, если вдруг... То есть, не было вопросов, на которые мы подумали, мы не будем на него отвечать. Если вдруг вы писали вопрос, а мы на него ответили, значит, мы его просто каким-то образом пропустили. Повторите тогда, пожалуйста. Да, можете просто повторить, потому что, скорее всего, если будет что-то некорректно, мы даже, может, его зачитаем и скажем, мы не готовы это ответить. Мы любим некорректные вопросы. Да. А нет, кстати, был недавно вопрос, а сколько вы зарабатываете в месяц? Ну, я так понимаю, это было не просто в сети. Некорректный вопрос. Ну, очень корректный вопрос. На жизнь хватает. Не так много, как хотелось бы. Да. Но при этом хлеб есть и при желании колбаску на него положить можно. В общем, вот такой вот у нас сегодня интересный влог. Интересный или нет, это судить, конечно, вам. Ну, мы свою оценку уже поставили, да? Татьяна, по крайней мере, назвала его интересным влогом. Ладно, скажем, вы еще и прощаетесь по 10 минут. Все. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok